МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Панау Сембекова. Сурдоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. Устремление в будущее. Лидер нации поздравил казахстанцев с наступающим Днем Независимости. Счастливы вместе. Сразу 120 семей Алматинской области стали новоселами. На лидирующих позициях в Талдыкургане прошло закрытие сезона молодежных трудовых отрядов Шассел-Ель. Мы исполнили многовековую мечту своих предков. Лидер нации поздравил казахстанцев с наступающим Днем Независимости страны. В своем обращении, опубликованном на сайте, он отметил, что казахстанцы входят в год 30-летия независимости. И именно на долю современных соотечественников выпала великая честь лицезреть возрождение и становление нашей Родины. За эти годы Казахстан прошел нелегкий путь, на который у других государств уходили столетия. За прошедшее время в летопись новейшей истории страны было вписано множество славных страниц, подчеркнув в своем обращении Нурсултан Назарбаев. Уважаемые казахстанцы и соотечественники, мы входим в год 30-летия нашей независимости. 16 декабря 1991 года Казахстан стал независимым государством. Мы исполнили многовековую мечту своих предков. В голубое небо над просторами Великой Степи гордо взвился золотой орел, символ наших устремлений в будущее. Счастлив, что именно на долю моего поколения выпала эта честь возродить государственность Казахской нации. Благодарен судьбе за этот бесценный дар быть в это сложное время вместе с моим народом, моими друзьями и соратниками. В канун Дня независимости ряд партийцев отмечены медалями в Алматинской области. Заслуженную награду за честный труд и вклад в развитие области и страны вручил глава региона Амандык Баталов. Среди награжденных первый заместитель областного филиала партии Нуротан Жамбулат Жангиняев, градоначальник Алмжан Абдраимов и руководители районных филиалов. Особого внимания удостоился Шантай Аукенов. Пенсионер долгие годы был водителем первых лиц области. Амандык Баталов тепло отозвался о нем, как о человеке надежном и ответственном, вручив ему особую медаль, приуроченную к 25-летию Конституции Казахстана. «Спасибо большое главе региона за такую награду. Я искренне рад. Долгие годы мы работали бок о бок с Амандыком Баталовым. Он строгий, требовательный, но справедливый руководитель. Приятно вновь увидеть знакомые лица в Акимате. Всех с наступающим праздником! 70 лучших в канун главного государственного праздника страны Дня независимости в Драматическом театре имени Бекен Римовой состоялось торжественное награждение тех, кто внес неоценимый вклад в развитие региона. К слову, 6 человек стали обладателями звания почетный гражданин Алматинской области. Информацией с места события поделится наша съемочная группа. История Казахстана богата на значимые события, но самым главным в календаре является День независимости. Ровно 29 лет назад начался отсчет суверенности нашей страны. За эти годы молодая республика добилась больших высот. За короткий по историческим меркам период Казахстан превратился в самостоятельное политическое и экономическое независимое государство. Именно День независимости, как главный праздник страны, стал олицетворением правильности выбора избранного курса и уверенности в завтрашнем дне. В составе 14 областей Алматинская вносит весомый вклад в становление государства и его социально-экономического развития. Сегодня, подводя итоги уходящего года, Амандык Баталов отметил достижения региона, в числе которых и реализация государственной программы «Дорожная карта занятости». Алматинская область сумела сохранить положительную, одинаковую мигуруст по всем основным экономическим показателям. Большой поддержкой для нас стала президентская программа «Дорожная карта занятости», в рамках которой из республиканского бюджета нашему региону разом выделили 105,6 миллиарда тенге. Это огромная сумма, благодаря чему реализуется 1051 проект. Из них 451 проект или 43% направлены на улучшение социальной инфраструктуры и 237 на решение проблем жилищного коммунального хозяйства и обустройства территории. В нашем регионе трудятся именитые фермеры и рабочие, предприниматели и представители культуры. В канун Дня независимости их трудовая деятельность была по достоинству оценена высокими государственными наградами. Я посвятила 40 лет своей жизни культурному развитию нашего региона. Сейчас я продолжаю общественную жизнь в ансамбле «Ардагер Ажелер». Я считаю, что высокая награда, которой я удостоилась, по праву может называться народной. Ею оценён труд всех моих соотечественников. С праздником! С Днём Независимости! Из рук Акима Алматинской области Аманды Кабаталова знаки отличия получили более 70 человек, в их числе и четверо соотечественников, удостоившихся Ордена Трудовой Славы. Стоит отметить, за особые заслуги Орденом Курмет было награждено 11 человек, медалью Шапогат – 14. «Свой трудовой путь я начал простым рабочим. Теперь возглавляю производство. Сегодня удостоился высокой награды. И очень признателен за то, что мой труд был оценён по достоинству. Я рад, что приношу пользу своей родине». Одним из самых высоких достижений для каждого жителя Алматинской области является звание почётного гражданина. В этом году его обладателями стали сразу шесть человек. Среди них депутат Сената парламента РК Ляза Цулейменова, ветеран труда Инбикши Казахского района Елиуси Столтангазиев и знаменитый кинорежиссёр Толгат Тименов. «Я очень счастлива сегодня получить высокое звание почётного гражданина Алматинской области, потому что самое главное для человека – это иметь благодарность своей родной земле. Я благодарю Акимов области, депутатов Масляхата Алматинской области, всё население ЖИТСУ с присуждением мне этого звания. Мы выросли в Алматинской области, в Талдыкургане. В трудные времена мы знаем, что не было ни света, ни дорог, ни продуктов. Тяжело было жить в Талдыкургане. Сейчас я вижу процветающий город. Поздравляю с Днём Независимости, главным праздником нашей страны». «Дорогие друзья, дорогие соотечественники, я искренне хотел бы поздравить всех вас с прекрасным праздником и с Днём Независимости. Это самый большой праздник, потому что человек не может быть счастливым, если он зависимый. Вот это самая большая радость, что наша независимость – это наше суверенное государство. С праздником, дорогие друзья!» Сохранение независимости сегодняшнего Казахстана – это кропотливый труд его граждан. Благодаря им сегодня наша молодая республика уверенно смотрит в будущее. Гульмира Тимиргалеева, Жасулан Шинькинджи, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Большой подарок к празднику. Сразу 120 семей в преддверии Дня Независимости стали обладателями собственного жилья. Первый заместитель Акима области Лязат Турлашев лично поздравил новоселов и вручил ключи. 29-летие независимости для жителей коттеджного городка Береке ознаменовалось большим событием. Заветные ключи от собственных квартир в областном центре получили многодетные, люди с инвалидностью, вкладчики жилстрой Сбербанка и госслужащие. День Независимости – это самый важный праздник в истории любой страны. От всей души поздравляю всех с праздником. За эти годы в области построено немало социально важных объектов, в том числе и жилые дома. Для сравнения, 2-3 года назад было построено 79 тысяч квадратных метров. В этом году – 131 тысяча квадратных метров. В планах на следующий год довести эту цифру до 211 тысяч квадратных метров. Эти коттеджи трёхкомнатные, просторные. Площадь каждого из них – 120 квадратных метров. Построены по современным стандартам. Здесь есть все условия для благоприятного проживания. Подключён природный газ. Проведена горячая и холодная вода. Есть канализация, налажена система вентиляции. Двор благоустроен, улицы освещены. Таким условием искренне радуются новые жильцы. «В канун Дня независимости получили ключи от частного дома. В качестве многодетной семьи, конечно, радуемся. Уже осмотрели всё. Дом тёплый, уютный, всё понравилось. Спасибо большое руководству области. Пусть наша страна процветает. Всех с праздником». В двухэтажные дома заселились вкладчики «Жилстрой Сбербанка» по программе «5-10-20». Одними из счастливчиков стала семья Мятовых. Глава семейства – преподаватель, а его жена – медсестра в областной больнице. Молодая пара стояла в очереди на жильё 7 лет. И вот настал тот самый долгожданный день. Они получили заветные ключи. «Сегодня мы стали обладателями такого шикарного коттеджного дома. Очень безумно счастливы, рады. Дети об этом всегда мечтали. Всегда мечтали о двухэтажном доме. Спасибо большое государству за поддержку, за поддержку молодых. Теперь у нас грандиозные планы на будущее. Будем служить во благо государства». На сегодняшний день в коттеджном городке ведётся строительство 253 двухэтажных домов. По словам представителей Акимата, до конца года планируют создать ещё 133 жилых объекта. По Наусимбекова Мадина Берек, Казагабид Кабдрахман. Телеканал ЖТСУ Талдыкорган. Экономика простых вещей доказала свою эффективность. Такое заявление сделал премьер-министр Оскар Мамин в ходе правительственного селектора с регионами. Несмотря на введение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, количество проектов с начала текущего года увеличилось более чем в 2,5 раза. А их сумма выросла в 3,5 раза. По мнению главы Кабмина, успешная реализация позволит создать свыше 20 тысяч новых рабочих мест. Принятые меры благополучно сказались и на работе отечественных предприятий. Свыше полутора тысяч предпринимателей получили необходимую поддержку в виде отсрочки по кредитам и льгодному кредитованию. Премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечения своевременного запуска всех одобренных проектов госпрограммы, нацеленной на замещение импортных, социально значимых продовольственных товаров на местные. Акиматам регионов поручили обеспечить не только достижение целевых показателей доли местного содержания в отраслях экономики, но и их активный рост. Для этого следует эффективно задействовать площадку региональных комиссий по контролю местного содержания, вовлекать региональный бизнес и ключевых заказчиков. Министерством индустрии и инфраструктурного развития энергетики разработать законодательные поправки, предусматривающие принятие недропользователями добровольных обязательств по местному содержанию. Бюджет на 2021-2023 годы утвердили в Алматинской области. Так, полтора миллиарда направят на увеличение окладов сотрудникам органов внутренних дел. Почти 20 миллиардов тенге выделят на оплату труда педагогов. А ради увеличения размеров стипендий для студентов из бюджета в эту сферу направлено 685 миллионов тенге. Для защитников Отечества, в числе которых военные и сотрудники чрезвычайных ситуаций отведено почти 8 миллиардов тенге. Чуть больше выделят людям в белых халатах. 14 миллиардов тенге заложено на содержание 7 объектов здравоохранения, повышение квалификации медработников, а также закуп вакцин и лекарственных препаратов. Все деньги до последнего тенге должны быть освоены по назначению, подытожили депутаты областного маслехата. Это последняя сессия в этом году. Все итоги подведены. Деньги распределены в каждой сфере. Теперь наша обязанность следить за правильным исполнением госбюджета. На нас лежит большая ответственность. Поэтому нужно работать качественно, а главное честно. Еще один реабилитационный центр для особенных детей открылся в Алматинской области. Это одно из восьми учреждений в Казахстане, которое появилось благодаря поддержке фонда первого президента Исамрук Казна. Торжественное открытие состоялось в преддверии Дня независимости в селе Озунагаш на базе районной больницы. Центр Камкурлах не имеет аналогов в области. Лечение здесь будут получать дети-инвалиды и подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата, врожденными пороками развития и другими заболеваниями нервной системы. Помощь будут оказывать 29 специалистов, которые прошли обучение в центральных клиниках в Нур-Султане по вторым и третьим этапам медицинской реабилитации. Это позволит сделать реабилитацию детей-инвалидов эффективнее, а главное – доступнее. Подготовке кадров поспособствовал фонд Ельбаса. Центр будет принимать до 50 детей в месяц и 600 в год. При этом планируется, что 30% ребятишек будут из сельской местности. Открытие центра в селе Узнагаш для нас большая радость. От имени родителей особенных детей хочу выразить огромную благодарность за возможность получить такую помощь, не выезжая из своих регионов. Это огромный вклад в развитие будущего наших детей. Также в этот день чествовали призёры в престижных международных олимпиад в рамках инициативы Ельбаса по поддержке молодых талантов Елю Матэ. 105 студентов и школьников Алматинской области отмечены сертификатами и медалями. Стоит отметить, что это самый высокий показатель в республике в текущем году. Медали призёрам вручил заместитель Акима Алматинской области Батыржан Байжуманов. От чистого сердца поздравляю призёров премии Ельбаса. Этот проект дал нам большие возможности в том числе поучаствовать в развитии будущего нашей страны, предложить идеи для дальнейшего прогресса. Благодарю правительство за то, что уделяют нам такое внимание. Ведь молодёжь – надежда страны. Сегодня проектами Академии Ельбаса в рамках инициативы Ель-Омэта охвачено 350 тысяч молодых казахстанцев. Более 200 профессионалов получили возможность донести свои идеи до руководства страны, предложив неординарный взгляд на такие направления. Как участие в волонтёрской деятельности, экспедиции и походах, сохранении национального наследия и другое, Академия продолжит расширять серию проектов, направленных на поддержку и развитие молодых талантов. Аделя Кжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖИЦУ. 15 лет на благо экологии. В Талдыкургане состоялась церемония закрытия юбилейного года молодёжных трудовых отрядов Шасыл-Ель. Очередной сезон запомнился многочисленными успехами и благими делами молодых бойцов, участвовавших в озеленении, благоустройстве и уборке территории по всему Казахстану. Особо отличившихся активистов, руководителей штабов, бойцов и командиров наградили за вклад в развитие организации. Традиционное закрытие трудового сезона в этот раз прошло во властном центре. В рамках мероприятия перед торжественной церемонией с активистами штабов прошли мастер-классы открытой идеологии. Было отмечено, что за 15 лет трудовыми отрядами была проделана колоссальная работа. Трудоустроено более 300 тысяч активной молодежи, высажено свыше 44 миллионов деревьев, благоустроенный парк и скверы дворы. Нельзя не сказать о масштабном участии Жаслу Елица в таких программах, как Нурлэжоу, Нурлэжер, организации Экспо и многих других. И это лишь малая часть всех их достижений за все время действия программы. На самом деле, если говорить про Жаслы, сегодня это является одной из самых крупных молодежных организаций Казахстана, которая имеет филиалы во всех областях нашей страны. Плюс ко всему стоит отметить то, что такого проекта нет нигде вообще в мире. То есть это единственный проект, который создавался тогда и уже 15 лет успешно работает. Этот проект сейчас на международном уровне получает самые высокие оценки и сегодня многие другие страны хотят тоже самое подобное сделать у себя в своих странах. На торжественной церемонии закрытия отметили лучшие штабы активных бойцов и трудовых отрядов Жаслы-Ель со всего Казахстана. Им вручили благодарственные письма. Среди них в номинации лучший боец отличился житель Алакольского района Денис Дряхлов. Мы очищали улицы, у нас проводились, мы ходили до престарелых, помогали им, в доме убирали, воду таскали, домашние работы делали, помогали все. У нас в отряде было 11 человек. Хочу поблагодарить всех за участие в Жаслы-Ель. Спасибо за диплом, за то, что наградили меня. Церемония закрытия сезона прошла именно в Алматинской области. И это не случайно. Ведь семереченские бойцы постоянно входят в топ лучших трудовых отрядов Жаслы-Ель. Таким образом, наш регион отличился сразу в семи номинациях. Каждый год на республиканском уровне мы в числе лидеров. Так, например, в прошлом сезоне в Павлодаре мы отметили четырьмя номинациями из одиннадцати. За уходящий год мы сделали многое. Наши бойцы работали во время пандемии, помогали нуждающимся, многодетным, пенсионерам и малоимущим семьям. Церемония закрытия прошла с соблюдением дистанции и всех санитарных норм. Количество участников ограничено. Особо отличившимся бойцам Жаслы-Ель вручили дипломы и подарки. Это солидные сертификаты, бытовую технику, телефоны. В следующем году число отрядов планируют увеличить. Алексей Цой, Габид Кабдарахман, Телеканал ЖТСУ. В Алматинской области продолжается череда торжественных открытий социальных объектов. В рамках дня независимости в селе Береке Карасайского района Дом культуры готов к приему посетителей. Он бесхозно простоял 28 лет и в текущем году благодаря государственной программе дорожная карта занятости в здании провели капитальный ремонт. Теперь вопрос организации культурного досуга сельчан решен полностью. Почетное право разрезать красную ленту досталось главе района Жандарбеку Доловаеву. Он лично оценил качество строительных работ. Как отметил Аким, такие объекты очень важны для жизни в сельской местности, а молодежь теперь может с пользой проводить досуг. Стоит отметить, что на капитальный ремонт здания было затрачено 726 миллионов тенге. Всего по ДКЗ в этом году завершена реализация более 60 социально значимых проектов. В нашем Ельтайском сельском округе большая радость открытия дома культуры. Его построили еще в 80-х годах и в то время он был одним из передовых государственных учреждений. Последние 28 лет здесь все было заброшено. Населению было необходимо место для досуга. Хочу от имени жителей поблагодарить областной и районной Акиматы за то, что услышали нашу просьбу и открыли замечательный дом культуры. Подросток разъезжал на авто со спецсигналами оперативных служб в Талдыкургане. При этом несовершеннолетний водитель грубо нарушал правила дорожного движения, тем самым подвергая жизнь людей опасности. В процессе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеоролик, на котором водитель легковой автомашины со спецсигналами лихачил по городу. Ролик вызвал общественный резонанс среди населения. Стражи порядка сразу же взялись за поиски. Не прошло и дня, как машина марки «Мерседес» была обнаружена. Транспортное средство водворили на штрафную стоянку. На владельца автомашины составлен административный протокол. В отношении водителя, не имеющего водительских прав, 17-летнего жителя Талдукургана составлено три административных протокола, то есть за установку световых приборов, за выезд на полосу встречного движения и за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Кроме того, на владельца автомашины составлен административный протокол на основании ст. 612, ч. 5, Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, то есть о передаче управления транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Двух братьев обнаружили мертвыми в доме в Туркестанской области. Мужчин 50 и 62 лет обнаружили соседи после того, как почувствовали едкий запах, исходящий из дома, передает закон КИЗ. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники по ЧАЭС и скорая помощь, но спасти братьев не удалось. По словам соседей, несколько дней назад мужчины в целях экономии топлива забили дымоход, вследствие чего 80% ядовитых веществ попали внутрь жилого помещения. В целях предотвращения подобных ситуаций сотрудники управления областного ДЧС призывают жителей областного области строго придерживаться правил пожарной безопасности. Аким района Акмолинской области погиб в ДТП. Информацию об этом подтвердили в Акимате Жаксынского района. Как отмечают ДП Акмолинской области, трагедия произошла 14 декабря на автодороге Екатеринбург-Алматы в 20 километрах от Пасара. По предварительным данным, водитель автомашины марки «ДАВ» житель Уральска Западно-Казахстанской области, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки «ВАЗ». За рулем находился 51-летний мужчина. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту начато досудебное производство по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначена экспертиза. Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в ВКО продлили жесткий карантин до конца года. Соответствующее постановление исполняющего обязанности главного санитарного врача региона Хамита Елюбаева опубликовано в понедельник 14 декабря. Отмечается, что режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области. В настоящее время ситуация с коронавирусом в регионе несколько улучшилась и область из так называемой красной зоны переведена в менее опасную желтую. В целом в регионе с начала пандемии подтверждено 17 830 случаев заражения COVID-19 в том числе 78 за последние сутки. Более тысячи барселонцев приняли участие в эксперименте, призванном оценить степень риска заразиться коронавирусом в концертном зале. Все его участники прошли предварительное тестирование на наличие антител. Допускались только люди, ранее не болевшие COVID-ом. Участники были разделены на две половины. Одна была допущена в концертный зал, другая контрольная нет. Затем по происшествии необходимого времени все участники пройдут тест на COVID-19. Результаты покажут, подверглись люди, пришедшие на концерт, большему риску, чем оставшиеся дома. К слову, по данным статистики, после введения новых карантинных ограничений в ноябре в Испании были отменены около 25 тысяч спектаклей и концертов. По действующим правилам залы можно заполнять только наполовину. Вакцинация от COVID-19 началась в США. По мнению властей и специалистов, это единственный способ обуздать цунами заражений. Пункты вакцинации развернуты в 150 больницах по всей стране. Предполагается, что к середине весны привиты будут около 100 миллионов американцев. Первоочередники медики, работающие с пациентами в красных зонах. Первая партия вакцины составляет почти 250 тысяч доз. Они должны быть поставлены до конца этого месяца. Смешить пациентов с коронавирусом кажется странным занятием, но их родственники и медперсонал убедились, что поднимать им настроение значит способствовать победе над болезнью. Дидье Вандер Перре профессиональный клоун в системе здравоохранения Бельгии. Его не пускают в приемные отделения или палаты, чтобы не распространять инфекцию, но комик нашел способ выступать по видеосвязи. По всей Европе существует более 40 развлекательных организаций в системах здравоохранения. Большинство из них приспособили свои программы к требованиям карантинных мер и продолжают работать дистанционно. Некоторые используют интернет, другие устраивают представления перед окнами на балконах и во дворах. Клоуны даже добираются поближе к пациентам на верхних этажах с помощью автокранов. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин